Оформить товар на границе всего за минуту. В Беларуси это уже реальность. В пункте пропуска брузги идет эксперимент по автоматическому пропуску товара. Теперь при оформлении вместо четырех операций достаточно выполнить лишь одну – зарегистрироваться. Больше никаких бумаг. Все документы в электронном виде заранее попадают в специальную базу. А компьютерная программа на границе сама сверяет данные и принимает решения. Пока новшество коснулось только экспорта и транзита. Но уже этой осенью обкатают и импорт. Водитель проследов пункта можно оформление, зарегистрировав автомобиль, сразу получает регистрационный номер по автовыпуску перемещаемого им товара. Ему только необходимо подойти к сотруднику таможни, где он регистрируется, который проставляет ему необходимые штампы. Прямо на границе с Польшей возводят современный транспортно-логистический центр. Его откроют в октябре. Он находится рядом с пунктом пропуска и буквально является его продолжением. Здесь можно будет пройти все таможенные процедуры, перецепить груз или оставить его на складе. Задействуют и железную дорогу неподалеку. Возьмем польского перевозчика, которому необходимо, предположим, доставить товар в республику Казахстан или в Киргизстан. Для этого ему не надо будет здесь оформляться и следовать по процедуре транзита до пункта назначения. Он может разместить товары на складе временного хранения, сам уехать к себе обратно на территорию республики Польша и заниматься дальше своими перевозками. А уже непосредственно получатель товара, заказав какую-то другую машину, прислав своего перевозчика, сможет забрать этот товар со склада временного хранения. Скорость, качество, цена вопроса – все это влияет на выбор маршрута перевозчиками. А для государства потерять поток через границу – значит потерять деньги. Сегодня 97% товаров перемещаются через белорусскую таможню по электронным декларациям. Меньше бумаг – меньше времени на оформление. А внедрение новых инспекционных досмотровых комплексов позволило не только сократить время сканирования, это без вскрытия груза, но и выявить на 30% больше тайников. Оценить загрузку белорусских таможенников можно даже по одному дню работы, в течение которого государственную границу пересекает примерно 70 тысяч человек, 14 тысяч легковых автомобилей, 6 тысяч грузовых, 180 железнодорожных составов и более сотни самолетов. Если бы с таким трафиком Беларусь столкнулась на заре своего суверенитета, это бы закончилось коллапсом на границе с бесконечными заторами на пунктах пропуска. Однако за 25 лет таможенному комитету удалось увеличить пропускную способность в 10 раз. Коллеги по обе стороны границы должны работать в тесной связке, по сути зеркально. Иначе будет эффект бутылочного горлышка. Эффективно обслуживать товаропоток в одиночку государство не может. Поэтому интеграция таможенных служб – один из двигателей экономики. Это основной посыл президента Беларуси. Более четверти века назад, когда создавалось новое интеграционное объединение, важно было не только сохранить, но и развивать торгово-экономические связи. Упростить перемещение граждан, напомнил Александр Лукашенко. Совет руководителей таможенных служб СНГ был образован в 93-м году. Эта структура сыграла основную роль в создании нормативной базы зоны свободной торговли. От глубины интеграции в сфере таможенного дела зависит дальнейшее развитие экономик государств и, в конечном счете, повышение благосостояния наших народов. Я уверен, что принятые в ходе нынешнего заседания решения будут этому способствовать. Вы можете полностью рассчитывать на нас, в том числе и на меня, и не только во время сегодняшней или завтрашней вашей работы. Вы в любое время можете рассчитывать в своем профессиональном плане деятельности таможенных служб на Беларусь. И это не потому, что мы люди добрые. Это тоже важно. Мы всегда с вниманием, добротой относимся не только к соседям, к любому государству. Это уже имидж Беларуси. Это еще и потому, что это прагматично для Беларуси. Для нас это важно, потому что мы транзитное государство. Но, еще раз подчеркиваю, главное – это менталитет белорусского народа. Мы готовы помочь в любом деле, любому государству, любому народу, если это выгодно, прежде всего, для этого народа и очень нужно для этого народа. Ну, если, конечно же, не очень противоречит нашим собственным интересам. Думаю, много чего интересного вы найдете в Беларуси. Потому что, ну, Господь нас наделил, я еще раз подчеркиваю, таким местом жизни, что без таможни никак. Мы имели возможность проехать по Беларуси в общей сложности порядка 600 километров. Так уж получилось, что в силу своих служебных обязанностей 15 лет не был в Республике Беларусь. И, если сказать одним словом, то впечатление очень сильное. Во всем чувствуется порядок, дисциплина, аккуратность, чистота, непоказная надежность. И без всяких элементов лицемерия должен сказать, что за всем этим видится твердая рука президента Республики Беларусь Лукашенко Александра Игоревича. Учитывая транзитный статус Беларуси, на заседание в Минске пригласили представители Польши и Латвии. Территориальное положение Беларуси таково, что в рамках Содружества значительная часть нашей границы проходит со странами Евросоюза. Совместно с ним мы реализуем ряд программ по развитию инфраструктуры на границе, обеспечению безопасности, беспрепятственному перемещению товара. Хотя, скажу откровенно, хотелось бы большего участия Европейского Союза в этих делах, хотя бы на уровне России. Потому что как России, так и Европейскому Союзу крайне важна Беларусь, где товары проходили бы, прежде всего, транзитом, и по времени это бы занимало минимально. Особо хочу отметить нашу высокую заинтересованность перемещений через Беларусь товаров в направлении Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом плане мы полностью поддержали инициативу председателя КНР о создании экономического пояса шелкового пути. На встрече в исполкоме СНГ главы таможенных служб Содружества договорили, что все новации уже до 20 сентября получат не только участники ЕАЭС, но и страны, входящие в СНГ. Смогут воспользоваться белорусскими наработками и соседи из Евросоюза. Для Латвии таможенный вопрос актуален. На границе протяженностью в 173 километра 7 пограничных пунктов пропуска. То, что с белорусской таможней у нас уже очень долгое и очень хорошее сотрудничество, это факт. Это у нас очень много договоренностей подписано, которые ведут к тому, чтобы мы лучше взаимодействовали. Хоть с Азербайджаном у Беларуси общей сухопутной границы нет, таможенная служба двух стран намерена усиливать сотрудничество. Делегация Закавказья приехала в Минск с увесистым пакетом документов и предложений. Сферы интересов очень много. Мы активно сотрудничаем. Есть нормативный документ, до этого подписанный в области повышения профессиональной подготовки кадров. Мы договорились с коллегами проработать нормативный акт о предварительном информировании об экспорте и импорте товаров. В декабре пять стран Евразийского экономического союза примут таможенный кодекс, в котором будут закреплены единые для всех участников нормы. Новшества сейчас активно отрабатывают на практике и большую часть внедряют на белорусской таможне. Очень много техновелл, которые мы откатали, скажем так, на территорию Республики Беларусь в пограничных пунктах пропуска, во внутренних пунктах пропуска, нашли отражение в новом таможенном кодексе. Это очень приятно, что наши специалисты приложили руку к тому, чтобы норма закона, которая родится, она была работоспособной, эффективной и шла только на пользу работы бизнеса всех наших стран. Заседание глав таможенных служб СНГ 63-е по счету. За всю историю коллеги рассмотрели 600 вопросов. Свидетелями исторического момента гости стали и сегодня. В честь 25-летия таможенной службы Беларуси Белпочта выпустила специальную марку. Дмитрий Семченко, Анатолий Занкович, Надежда Завиновская, ОНТ.